Здравствуйте! Меня зовут Быстрякова Юля, и я чемпионка Украины номинации фитнес-бикини. А также я еще и молодая мама, ребенка, которому нет еще двух лет. И сегодня я вам расскажу, покажу и докажу, как эти две вещи можно совмещать в одном человеке. Самые частые вопросы, которые мне задают девочки, ловят меня в раздевалке, на улице, пишут в социальных сетях, это когда можно начать заниматься спортом, за какое время можно привести свое тело в порядок, как я питаюсь, и самый главный вопрос, это как привести свой живот в порядок, потому что он страдает больше всего. Итак, первый вопрос, который мне задают чаще всего, это за какое время можно привести свое тело в порядок. Я хочу сказать, что тело, в принципе, можно свое изменить за полгода после родов. Когда можно начать заниматься спортом? Я начала заниматься через месяц. Я знаю очень много девушек, которые начали сразу же бегать на стадионе, посещать тренажерный зал, и у них все вышло за очень короткие сроки. Итак, начинаем убирать свой живот. Первым упражнением у нас будет скручивание. Ложимся на коврик, плотно прижимаем поясницу к нему, и начинаем наше скручивание. Главное в скручивании, вообще, в прессе, это дыхание. То есть на выдохе, на подъеме мы делаем выдох, на опускании мы делаем вдох. Не забываем дышать, это очень важно. Такие повторения мы делаем от 20 до 50. Лично я делаю, пока я не буду чувствовать жжение в области живота. Вот тогда начинает работать пресс. Но для начала хватит и 20 раз. Для того, чтобы живот был стройным, достаточно качать пресс 3 раза в неделю. Для начала. Затем можно делать это каждый день. Между подходами я обычно не делаю перерыва, и пресс у меня идет кругом. То есть занимает это у меня минут 20 за одну тренировку. Следующим упражнением у нас будет косые скручивания. Здесь работают косые мышцы живота, которые стягивают наши внутренние органы и делают нашу фигуру стройнее. Дорогие девушки, ни в коем случае, кто бы вам что ни рассказывал, не делайте боковые наклоны с гантелями с тяжелым весом. Сейчас я вам покажу. Если вы очень хотите это сделать, сделайте это без веса. Потому что пресс это также мышца, которая растет. То есть если вы будете делать это с весом, то у вас будет расширяться талия. Ни в коем случае не делайте эти упражнения. Их можно заменить на косые скручивания. Итак, принимаем положение лежа, одну ногу ставим на колено и начинаем скручиваться. Не забываем дышать. На каждую сторону я делаю по 25 скручиваний. На верхнюю часть пресса я использую одно упражнение. На нижнюю часть пресса у меня идет 2-3 упражнения. Потому как у девушек генетически откладывается больше жирка в районе пупка. Поэтому я делаю больше упражнений на нижнюю часть пресса. Итак, начнем. Я очень люблю упражнения поднятия ног в висе. Так как здесь еще затрагиваются мои плечи. Они находятся постоянно в статике и тоже укрепляются. Поехали. Не забываем дышать. Начинать эти упражнения нужно осторожно. Потому что здесь еще идет нагрузка на позвоночник. Я начинала от 10 повторов и сейчас пришла к 30 повторам за раз. Следующим упражнением для нижнего пресса мое любимое скручивание на наклонной скамье. Итак, следующее наше упражнение обратное скручивание. На проработку нижнюю часть пресса. Принимаем упор лежа. Ноги чуть-чуть согнуты в коленях. Носки чуть-чуть на себя. И начинаем. Подкручиваем таз кверху. Таких скручиваний будет достаточно 20. Но я делаю вообще все упражнения. Я делаю напресс до того, как я начинаю чувствовать жжение и боль. То есть я не могу сказать, вам нужно сделать здесь 10, здесь 15. Кому-то будет достаточно 5, кому-то 20. Мне лично достаточно здесь 25 скручиваний. Следующим упражнением мы будем делать нашу талию тонкой. Для этого мы берем грацию. Принимаем упор стоя. Ноги чуть-чуть сгибаем. Поясницу подкручиваем под себя. И делаем от 100 таких вот скруток. Сначала начните со 100 скруток. Потом доходите где-то делать просто на время. Минуту-две будет достаточно. Все упражнения на прессе я делаю 4-3 подхода. Без остановок. То есть на прессе я работаю на максимум, без остановок. Так что у меня закипает. Я хочу сказать, что для того, чтобы избавиться от лишней жировой параслойки на животе и боках, и вообще во всем организме, недостаточно выполнять просто одни силовые упражнения. Также нужно откорректировать свое питание. Это не значит, что вы должны сидеть на каких-то там диетах, ничего не кушать. Просто нужно питаться разнообразно, правильно и чисто. Что значит чисто? Исключаем из своего рациона сладкое, мучное, жирное, жареное. Тем более, если вы кормите грудью, это вообще преступление, есть эти продукты. Вы можете, конечно, проверить на своем ребенке, как это действует. От сладкого, мучного у него будут колики, от жирного, жареного его обсыпят. Просто будут вот такие вот щеки. Поэтому рисковать не стоит. Лучше сразу исключить эти продукты и питаться правильно. Хочу сказать, что моим главным помощником на кухне стала пароварка. Стоит она буквально копейки, но пользы от нее очень много. В ней можно готовить практически все продукты. Овощи, мясо, каши, рыбу. Тем более, вы можете кормить этими продуктами и мужа, и ребенка. И также правильно питаться сама. Итак, главная ошибка девочек, вообще пытающихся похудеть, и мамашек в том числе. Это я сегодня еще ничего не ела. Это неправильно. Питаться нужно дробно и часто. Через каждые 2-3 часа. Можно делать перекусы овощами. Допустим, с утра вы обязаны съесть кашу и, допустим, кусочек мяса или рыбы, либо же яйцо. Через 2-3 часа вы можете съесть также омлет. Еще через 3 часа, к примеру, можно съесть рыбу. Вообще, лучше употреблять белковую пищу во второй половине дня. А пищу углеводную, то есть фрукты, каши в первой половине дня, чтобы энергия успела высвободиться к вечеру и не откладывалась в лишний жир. Следующая ошибка девушек, это не есть после 6. Это полный бред, это нужно забыть. Я не знаю, кто это придумал. Это преступление против человечества не есть после 6. После 6, то есть на ночь, также вы должны выпить 300 мл кефира, либо же съесть творожка. 150 грамм будет достаточно. Заправить можно чуть-чуть йогуртом, желательно без наполнительных фруктовых и лишних сахаров, так как это не принесет пользу вашему организму, а просто отложится в жирок на ваших боках. Также хочу сказать, что нужно выпивать достаточное количество воды. Я выпиваю где-то 3 литра воды, а в тренировочные дни свои даже больше. До 4 литров воды. У меня муж не успевает приносить баклуши с водой. Также после родов нужно привести в порядок свой уровень железа в крови. То есть вам нужно потреблять больше белковой пищи. Нежирное мясо, рыба, молочные нежирные продукты, орехи. Все-все-все это пойдет вам на пользу и поможет избавиться от лишней жировой прослойки. Также приведет в порядок ваши волосы, ногти, кожу. Вы будете сидеть здоровьем и красотой. Мое любимое упражнение для мышц живота – это планочка. Так как ее можно выполнять сразу же, буквально через 2 недели после родов, если, конечно же, у вас не было кесаревого сечения. Почему оно мое любимое? Потому что оно воздействует на внутренние мышцы живота, которые стягивают наши внутренние органы и делают нашу талию визуально стройнее. Итак, приступим к ванночке. Принимаем упор на локти и стоим. Начинаем от 30 секунд. Там можно положить телефон, пока в нем посидеть. Можно положить ребенка, с ним разговаривать. Или мужа, допустим. Стоим, стоим. Перекатываемся на бок. Задействуем косые мышцы. Также перекатываемся на другой бок. Начинаем стоять в планке от 30 секунд и доводим до 2 минут. По мере своих ощущений. Также можно это упражнение усложнить. Принимаем упор на ладони. И прокачиваем косые мышцы живота. То есть поднимаем ногу и тянем к противоположному локу, по диагонали. Делаем эти упражнения на максимум. То есть сколько вы можете выдержать. Здесь работает не только пресс. Ну, как бы и вся передняя часть тела. Очень локти работают. Также усложнить можно вот так. Не забываем дышать. Каждую свою тренировку я заканчиваю на кардиотренажере. Я ее начинаю на кардиотренажере и заканчиваю. Начинаю я с разминки. Где-то 10-15 минут будет достаточно. Потом перехожу к силовым упражнениям. И на кардио у меня уходит минут 30-40. Это очень важно для жиросжигания. Именно вот такая последовательность. Пойдемте. Почему я предпочитаю арбитрек? Потому что здесь идет большая нагрузка на ягодицы. На слабое женское место. Начнем. Здесь я также предпочитаю делать интервальные нагрузки. То есть я просто шагаю вперед 5 минут. Затем я перехожу на степпер. Во-первых, так время идет быстрее. И, как известно, интервальная нагрузка лучше сжигает наш жир. Также важно отметить питание до тренировки и после тренировки. За час до тренировки вы просто обязаны съесть, допустим, 100 грамм каши и 100 грамм мяса или рыбки на ваше усмотрение. Чтобы у вас была энергия выполнять упражнения, а не ходить здесь в обморок, падать. После тренировки также нужно обязательно покушать. Не выдерживать никакие там облачные 3 часа. Вот я слышала, девочки не едят после тренировки 3 часа, 4. Это тоже неправильно. После тренировки вы тоже должны хорошо покушать. Это может быть также 100 грамм каши с мясом, либо же салат с кусочком мяса или рыбы. Все это не отложится в ваш подкожный жир, а только пойдет на восстановление ваших мышц. И ваше тело будет упругим, красивым, подтянутым. Все это реально. Просто нужно захотеть. Итак, на сегодня наша тренировка окончена. Призываю вас посещать тренажерный зал, заполнять, ничего не бояться. Приходить и делать свое тело красивым. Подписывайтесь на канал Отбоди. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok